Значит, Дадона, сегодняшний рейтинг в стране, это порядка 30%. Но это немало. Второй человек кто после него? Послушайте, значит, мы говорим сейчас про Дадона. Да, но это немало 30%. Еще раз, мы же не обсуждаем с вами, пройдет партия социалистов в следующий парламент или нет. Я думаю, что Дадон проиграет выборы, потому что, например, следующий опрос, а скажите, а если во втором туре с Дадоном окажется Майя Санду, ну вариант дают людям, да, там Ренат Усатый, ну еще несколько. Значит, кто бы не вышел с Дадоном во второй тур, кто бы не вышел, Дадон проигрывает. Поражение на президентских выборов, а он проиграет эти президентские выборы. Это абсолютно точно. Ну это точно почему? Потому что вам бы так хотелось? Нет, потому что он потерял поддержку людей. Я же, вы поймите, я общаюсь с бельчанами, я посещаю другие населенные пункты в стране, и нет той поддержки у него, которая была. Он же с натяжечкой, напоминаю вам, выиграл выборы в 16-м году, когда его поддерживала Россия, когда его поддерживала партия социалистов, Плохотнюк с ДПМ. Я поддержал его во втором туре. У меня был эфир на тему как раз президентских выборов. Вы мне во время эфира, когда я обсуждала, как они будут проходить, потому что для меня это тема номер один, сказали, что вообще будет изменен способ избрания президента, что Конституционный суд отменит свои решения от 16-го года, и в итоге выборы вернут в парламент. Это еще актуально? Я думаю, что да. Намного меньше актуально. Объясню вам почему. Когда я вам написал, все, что я написал вам, и то, что я публично высказывал, значит, я высказывал вам пожелания Додона, потому что это единственный путь для него выиграть президентские выборы. Проблема в другом. Я думаю, что Додон, одно дело запугать, второе купить, я имею в виду депутатов партии демократов, потому что без них это невозможно. Я вас поправил тогда даже, потому что в этой программе, я помню, когда я вам написал, выступал Чеботарь от демократов, и он говорил, что партия демократов не будет голосовать за избрание президента в парламент. Да, а вы сказали, что это сделать не демократы, а конституционный суд. А конституционный суд, совершенно верно. То есть руками конституционного государства это будет сделать. И то, что Додон, когда делил с ними должности, госсекретарей, какие-то функции в районах и так далее, он говорил, ребят, мне нужны от вас гарантии, что вы будете за меня голосовать в парламенте на президентских выборах. Я вам не высказывал свою теорию какую-то, или свое мнение. Я вам высказывал то, что часами, каждый день, вот если Дьяков только недавно признался в том, ну, сказал публично, по крайней мере, о том, что вот они по понедельникам встречаются с Жезданом, с Филиппом, они встречаются с Додоном, Гричаном и так далее. А эти встречи происходили каждый день. Я имею в виду, когда, вы что думаете, просто так исчезло, в отставку было отправлено правительство Сангу, и как будто случайно демократы проголосовали за кабинет министров партии, социалистов и так далее. Да это расписанный по секунды договорняк. И один из пунктов переговоров, вот именно было прямое избрание президента парламента, потому что Додон знает, что он их проиграет. Вы понимаете, Додон же делает опросы, некоторые дуриловки там для Акчен ТВ и остальных, но он же делает и для себя внутренние реальные, чтобы понимать ситуацию. И когда во всех опросах, даже всякие эти социологи, не социологи, как все эти ассоциации, не буду их рекламировать, дают оценку сегодняшним политикам, да, их рейтингам, вы посмотрите, что везде, даже в нарисованных Додоном опросах, у Додона 40 с хвостиком. Понимаете? То есть это, ну, то есть Додон проваливается, а результаты намного хуже.